а теперь догадайтесь почему я все никак не могу снять это видео но вернее я пытаюсь его снять уже наверно час я очень надеюсь на то что когда я все-таки сниму смонтирую и выставлю на канал вы хотя бы за мои страдания поставите лайк этому видео всем привет дорогие друзья с вами гаяне и вы находитесь на видео уроках по изучению французского языка и мы продолжаем формат который опробовали в прошлый раз будем брать интервью какого-то знаменитого персонажа на французском языке и вот это часть из этого интервью разбирать более детально в прошлый раз мы с вами брали более современного актера амара си сегодня у нас уже будет классика прекрасный давний и современный актер пьер ришар и отрывок из его интервью а именно мы прослушаем ответ на вопрос почему как пьер ришар решил стать актером из-за чего что его к этому подтолкнуло как раньше предлагаю прослушать полностью этот маленький фрагмент и потом уже по частям его разбирать скажу сразу же пьер ришар частями моментами говорит очень бегло даже проглатывает некоторые слова поэтому если вы чего-то вообще в упор не слышите то не переживайте это норма то есть него такая речь он что-то может заглотить что-то сказать очень четко но наше задание слушая первый раз вы должны уловить общую суть ну а потом и детально все с вами просмотрим поехали это не дефонс кэсси узами ле пиа ле трии вон до венера актер я дэвэй а вар 18 андон к ввозь это не окажут ардиве и она пленки комманс дэжи декораван мео луна ло лисе жетт о синема на апрель-миди и жеву ан актер к че конесет па он уже человек с этим я нат January я надел их нет перенеки в после свой каблана Casa Ажкин één марчан г premises город черт сайные дни косmelок у говоря Вот такой вот короткий отрывок, давайте разбирать по частям. Начнем с вопроса журналистки. Вот что она говорит. Если дословно, что вам положило ногу в стреме, чтобы стать актером. Это выражение, а ле-трие означает подтолкнуть к тому, чтобы что-то начать делать. Ну, то есть стать таким первым толчком. Что вам положило ногу в стреме, чтобы стать актером? Вот такое вот странное выражение. Что вас подтолкнуло к тому, чтобы стать актером? Итак, еще раз прослушаем, и дальше ответ Pierre-Richard. Что вы думаете, ногу в стреме, чтобы стать актером? Я должен быть 18 лет, так что вы видите, это довольно поздно. Мне должно быть около 18 лет, но вы видите, это скорее позднее возможности. То есть я поздно начала об этом задумываться. Я должен быть 18 лет, так что вы видите, это довольно поздно. Я должен быть 18 лет, так что вы видите, это довольно поздно, и многие уже начали курсы. Есть достаточно людей, даже множество людей, и я на план. Вот это вот выражение очень французское, очень сложное для нашего понимания. То есть, и я на план, да, если мы полностью скажем, множество людей, которые начинают обучение раньше, 18 лет, да, то есть учиться на актер, видимо. И я на план, которые уже начали курсы. То есть, это очень сложно. На самом деле, он говорит, но, вместо того, чтобы пойти в лисей, я был в кино, однажды в полдень. Вот эту вот фразу, он произносит как-то, я сама, честно, с трудом изначально поняла, нужно было очень слушаться. Но давайте прослушаем еще раз. Увидите, да? Так что, это норма, если вы с первого раза это не услышали, и со второго тоже. Но он говорит еще раз. Вместо того, чтобы... Кстати, это очень-очень полезное выражение. Запомните, если вы его не знали, оно очень употребимо в речи. Вместо того, чтобы вaired летать или в гимком, desde ночи, я была в кино. Внепрicesми. Единственным ситуациям временнымfatом было очень неп filme. Но в lieu дали летать в modulus, я взгля Kumar, что вuw put storm, impact до ночи, но от prix. И я видел sequer с тем, как я не знал, это был Дани Кей. Итак, я видел актера, который я не знал. Это был Дани Кей. Я увидела актера, которого я не знал. Это был Дани Кей. и тут вы видите два разных прошедших времени j'ai vu un acteur que je ne connaissais pas j'ai vu un acteur это завершенное время passé composé то есть я увидел это завершенное время актера которого я не знал не знал это описание соответственно это время imparfait j'ai vu un acteur que je ne connaissais pas c'était Danny Kaye это был Danny Kaye это очень длинная фраза но я не могу ее разбить вот что он говорит я пробирался в глубь зала потому что в маленьком городке я не хотел чтобы меня заметили je me mettais au fond de la salle стоит вам parfait в описании да то есть он постоянно так делал когда ходил taikun в кино parce que dans une petite ville потому что в маленьком городе je ne voulais pas me faire remarquer тоже он говорит в описании вам parfait я не хотел me faire remarquer то есть сделать так чтобы меня заметили это такая вот пассивная конструкция se faire и инфинитив это то есть некое подобие пассива да себя сделать так чтобы заметили вот в этом логика французской фразы да но вообще по факту я не хотел чтобы меня заметили me faire remarquer давайте еще раз и продолжение этой фразы потому что он все произносит очень быстро и целостно c'était данный кей j'ai mettais au fond de la salle parce que dans une petite ville je voulais pas me faire remarquer sinon on aurait dit qu'est-ce que vous faites là vous devez être au lycée sinon on aurait dit qu'est-ce que vous faites là vous devez être au lycée sinon это слово иначе можете себе его выписать если что вот эквивалент очень четкий on aurait dit сказали бы это спряжение глагола dire во времени conditionnel passé что означает что сказали бы но не сказали помните в чем разница conditionnel présent и conditionnel passé их всего два условия во французском да conditionnel présent это когда вы предполагаете что-то и время вам еще позволяет например je pourrais aller en Italie я могла бы поехать в Италию думаю я и мечтаю себе j'aurais pu aller en Italie означает я смогла бы возможно неделю назад поехать в Италию если бы моя машина не сломалась то есть я смогла бы но уже поздно и не получилось да вот в чем разница между conditionnel présent и conditionnel passé и тут он употребляет как раз таки conditionnel passé он говорит sinon on aurait dit иначе если бы я там не прятался в глубине зала то мне бы в то время все-таки когда-то бы сказали qu'est-ce que vous faites là что вы тут делаете vous devez être au lycée вы должны быть в лицее кстати по поводу лицея сейчас мы еще раз прослушаем эту фразу честно вот я в упор не могла словить глагол может быть вы сейчас услышите лучше но там явно глагол «du вуах» какой там он может быть еще но если я ошибаюсь может там какая-то другая фраза вы мне обязательно скажите в комментариях как видите с этим видео субтитров нету поэтому тут нужно было мне слушать очень внимательно а я такой же человек как и вы и где-то могу что-то пропустить давайте прослушаем еще раз c'était Дани Кэй я метал в фраза потому что в одной из маленьких городов я не хотела бы мне показать а мы бы говорили что вы делаете вы у него в лисее я видел Дани Кэй и я смотрю Дани Кэй я сказал что я понял это что я буду делать это самая простая фраза я думаю самая простая отрывок я видел Дани Кэй и я смотрю Дани Кэй и я сказал я понял что я хочу делать я увидел Дани Кэй я посмотрел на Дани Кэй и я сказал я понял это то что я хочу делать я думаю эта фраза самая четкая из его речи давайте прослушаем еще раз j'ai vu Дани Кэй и j'ai regardé Дани Кэй j'ai dit j'ai compris c'est ça que je vais faire une espèce de coute foudre une espèce de coute foudre что-то нечто любви с первого взгляда напомню если вы не смотрели мои старые видео я уже когда-то неоднократно кстати разбирала выражение а кут фудre это удар молнии и это означает любовь с первого взгляда и он говорит une espèce de coute foudre нечто по типу любви с первого взгляда Это очень интересно, необычно, потому что Деникей был высоким блондином. Прослушаем полностью фразу. Это очень интересно, потому что Деникей был высоким блондином, он умел танцевать, петь все, что я любил. И весь этот рассказ, опять же таки, он передает через un parfait, он описывает это описание, поэтому он говорит «il savait chanter», он умел петь, как описание, «tout ce que j'aime», «все, что я любил», тоже, «un parfait». Дальше он говорит «et je me suis dit, c'est ça, ce que je veux faire», «и я сказал себе в тот момент, это то, что я хочу делать», прямой речью, скажем. Это очень интересно, потому что Деникей был высоким блондом, он умел танцевать, это все, что я любил, и я сказал, что это то, что я хочу делать. 30 лет назад, «el высоким блондом» был в Нью-Йорк. Это фильм, если вы вдруг не смотрели, это легендарный фильм с Пьером Ришаром, да, «Высокий блондин», «le grand blond», en français, проходил, был показ, скажем так, в Нью-Йорке, да, фильма «Высокий блондин». «Le grand blond» был в Нью-Йорк, естественно, «эй-пассий», это время «пассий-композий», то есть прошел в Нью-Йорк, показ, да, с завершенной действия. 30 лет назад, «le grand blond» был в Нью-Йорк, в выходе, 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 в выходе. 13 лет назад, «゛е планы» — это «герунди», да, «герунди» — это у нас во французском, да, «герунди» — это у нас во французском эквивалент того, когда вы в русском говорите «делая что-то», да, AM МУЗЫКА выходя из киноZale, одна женщина ко мне обратилась, скажем так, со мной заговорила. Le verbe accoster означает заговорить с кем-то, обратиться к кому-то. Вы также можете сказать «une dame s'est adressée à moi». Это то же самое, в принципе. Ну или «une dame accoster en disant, говоря, опять же, герундить, что делая, да, en disant. Monsieur, j'adore votre film. Monsieur, я обожаю ваш фильм. Et vraiment, vous êtes plein de poésie. И действительно, вы полны поэзии, если дословно, то есть вы поэтическая natura, скажем так, да. Et puis, elle est partie. А потом она ушла, говорит он, во времени passé композе, естественно, завершенное действие. Прослушаем еще раз этот отрывочек. 30 ans plus tard, Le Grand Blanc est passé à New York. En sortant du cinéma, une dame m'a accostée en disant « Monsieur, j'adore votre film». Et vraiment, vous êtes plein de poésie. Et puis, elle est partie. Puis, elle se retourne, elle me dit «vous me faites tellement penser à mon père». Et elle s'en va. Et je demande à mon attaché de presse. Тут он говорит очень быстро, но все же. Et puis, en sortant, elle me dit. Et потом, выходя, она мне говорит. Et опять же, это выражение « en sortant», я могу только догадаться, что он говорит именно так, потому что, ну, он просто заглатывает слова. Но я практически уверена, что он говорит. Et puis, en sortant, и потом, выходя, elle me dit. Она мне говорит «vous me faites penser à mon père». «Vous me faites penser», если дословно «вы заставляете меня подумать о своем отце». Но по-русски мы говорим «вы напоминаете мне моего отца». «Напоминать» через французский передается выражением «faire penser», то есть «заставить подумать». Вот какая-то такая странная логика. Поэтому «вы мне напоминаете моего отца». «Vous me faites tellement penser à mon père». «Настолько же вы мне напоминаете моего отца». «Et elle s'en va», говорит Pierre Richard, и она уходит. Если вы и вдруг не знали, помимо «partir» во французском значении глагола «уходить», также употребляется глагол «s'en aller». Это синоним глагола «partir». Это означает «уходить». Ну, как спрягается «aller», вы наверняка знаете. Поэтому, соответственно, чтобы сказать «и она уходит». «Et elle s'en va». «Et puis, en sortant, elle me dit». «Vous me faites tellement penser à mon père». «Et elle s'en va». Еще раз прослушаем. «..." «И я спрашиваю своев Le прес 괜찮아, кто это?» Вот так вот в жизни бывает. Видите, ничего, ничто не проходит зря. Я думаю, это очень такой интересный отрывок. Ну и теперь вы знаете, что есть определенный персонаж, актер Дени Кей. Я надеюсь, я правильно его имя вообще произношу. Если честно, я не знаю этого актера. В общем, как всегда, забыла посмотреть заранее, как правильно произнести это имя. Вот именно этот американский актер вдохновил или inspirал Пьер Ришард. И вот спасибо Дени Кей за то, что способствовал появлению такого замечательного актера как Пьер Ришард. Прослушаем полностью еще раз напоследок. Что вы взяли на ледроте, чтобы стать актером? Я должна была 18 лет, поэтому это довольно трудно. Многие в том, что начали учитывать уже и учитывать. Но вместо того, чтобы они были в лидер, я был в кино, в середине. И я смотрю, что я не заметил, это Данике. Я бы отметил в центре, потому что вlabжел в школе, так как я не мог заметен, потому что, я не worried, что вы делаете на великийный учет. Я посмотрел Данике, я посмотрел. Это просто для меня. Это было очень интересно, потому что Данике были на Гран-Блон, они знали танк и танк, что я вьяне. И я решил это сделать. Тридцать лет назад, Гран-Блон был пешен в Новый год. Когда вы выходите из кино, у меня девушка манит и говорит, что я люблю этот фильм. Вы очень много поэзии. И она пошла. И она говорит, что вы мне так думаете о моем папе. И я спросила, что это моя девушка. Вот так вот. Надеюсь, что прослушив это под конец, вам стало уже как-то более ясно. Спасибо большое за совместную работу. Для спонсоров канала, во-первых, отдельное мое «гран мерси», во-вторых, как и при прошлом интервью, вы найдете, кстати, в том же файле, где был полностью текст интервью «Амара Си», вы найдете полный текст вот этого маленького отрывка, чтобы вы могли уже конкретно удобно перечитать это в документе. Ссылку я оставлю, как всегда, в нашем закрытом сообществе для спонсоров. На этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за внимание. Опять же, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки, поддержать этот формат, поддержать видео такого плана. Если есть какие-то персонажи или какие-то вот отрывки из интервью, которые вы действительно находите интересными, но не только для вас, а вот для всех зрителей, пожалуйста, оставляйте ссылки в комментариях. Я обязательно загляну и посмотрю. Если найду действительно эти интервью полезными и интересными, то возьму их тоже в обработку. На этом я с вами прощаюсь и на новых встреч на моем канале. Спасибо за внимание. И как обычно, до новых встреч на моем канале. Угу. До новых встреч на моем канале. 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 Продолжение следует...